12 апреля во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. Для люберец это праздник особенный. Здесь учился Юрий Гагарин. На торжестве, которое провели в образовательном учреждении, в котором учился будущий первопроходец космоса, работали мои коллеги. Отлив от земли незаметно пуман. Ракета в гроте и дыму. В кадре королево конструктор главный. И Юрий Гагарин, отвечающий ему. В техникуме имени героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина в эти апрельские дни всегда празднично. Звучат поздравления от почетных гостей и друзей техникума. И, конечно, вспоминают о Гагарине, который получил в этих стенах первую рабочую специальность. В 1949 году он поступил. В 1951 году закончил и получил профессию формовщик-летевщик. Закончил с отличием ремесленного училища. Тогда оно так называлось. И дважды после полета бывало в этих стенах. Возвратившись сюда второй раз, уже практически за месяц до своей трагической либери, Юрий Гагарин приехал и подарил этой музейной комнате, как она уже была большая, в 1968 году, свой скафандр. О Гагарине здесь напоминает не только его тренировочный скафандр, но и подаренный им костюм летчика высшего пилотажа. Вот парта Юрия Гагарина, его фуражка и инструменты, с которыми он работал на заводе Ухтомского, где проходил производственную практику. 12 апреля 1961 года в космодроме Байконур был запущен космический аппарат «Восток-1». Впервые гражданин Советского Союза стал космонавтом всей нашей Земли. Юрий Алексеевич Гагарин облетел нашу Землю один, сделал один оборот и успешно приземлился. Коллектив Люберецкого техникума с гордостью носит это имя и старается сделать так, чтобы мы всегда помнили о Юрии Алексеевиче Гагарине. В Люберецком техникуме осваивают азы будущей профессии почти 2000 юношей и девушек. Учиться здесь – гордость. Традиционно в День космонавтики 12 лучшим студентам присваивают почетное звание «Гагаринец». Эмоции – это не передать словами. Я очень горжусь, что смог достигнуть такого высокого звания. В техникуме работают действительно профессионалы своего дела, люди с большим стажем работы. Еще предстоит обучиться многому, конечно, но в данный момент я получил очень большое количество знаний. Надеюсь, и в дальнейшем применить по своей специальности. Мне тоже очень приятно, что именно меня выделили. Хотя я очень старалась для того, чтобы получить это звание, поскольку я являюсь отличницей, общественным деятелем. Очень зашкаливают эмоции, что как раз нас награждают в такую памятную дату и также 90-летие со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Это прям знаменательное событие. Еще одна традиция в День космонавтики – возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину на Октябрьском проспекте. Его открыли в марте 84-го в честь 50-летия первого космонавта Земли. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.